Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии днем местами снег. Ночью и утром в отдельных районах сильный снег. Отмечается туман и гололед. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, минус 9 градусов. Днем 0, минус 5. В горах 9,14 мороза. Днем 5,10 мороза. На дорогах гололедится. В Черкесии утром, днем и ночью снег, туман и гололед. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 7 градусов. Днем 0, минус 2. На дорогах гололедится. Несмотря на непростой год, преподаватели и учащиеся детской музыкальной школы поселка Кавказский активно участвуют в конкурсах различного уровня. А недавно они стали победителями конкурса российского хорового общества и конкурса вокалистов «Содружество», прошедшего в Санкт-Петербурге. Все мероприятия проходили в онлайн-режиме. О том, какие регионы были представлены, какие произведения они исполнили и к какому конкурсу сейчас готовятся. В эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой расскажут преподаватель школы Алла Коржова и юная вокалистка Елизавета Деньгуб. Доброе утро всем! Доброе утро, Алла! Доброе утро, Лизочка! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Несмотря на то, что вот этот год он был непростой, вы успешно работали, ваша музыкальная школа. Вы принимали участие во многих конкурсах, но самые заметные – это, конечно, Всероссийское хоровое общество, где вы конкурс выиграли, и в Санкт-Петербурге вокалисты. Содружество. Лизочка ездила, вернее, онлайн выступала. Естественно, все конкурсы были онлайн. Мне бы хотелось, Алла, чтобы вы проговорили, рассказали про эти конкурсы. Да, обстановка, знаете, сейчас сложная, поэтому проходят конкурсы все онлайн. Ну и мы решили тоже поучаствовать. Мы готовились, конечно, думали, будут конкурсы вживую, где мы выступим на сцене. Но так как конкурсы отменили, мы увидели сообщения, увидели рассылки, что нас приглашают поучаствовать в конкурсе. И, естественно, мы готовились к 75-летию Победы, готовили песни о войне, военной тематике, и отослали свои концертные выступления. И после долгого ожидания мы получили ответ, результаты, и увидели, что мы заняли первое место. Это Содружество? Да, это Содружество. Проводился этот конкурс онлайн в Санкт-Петербурге. Мы отправляли, было много конкурсантов, потому что мы были, наш номер был 848-й. Знаю, что многие подавали заявки. Да, огромный конкурс, конечно, всероссийский. Всероссийский конкурс. И хор также, мы тоже в международном конкурсе участвовали, тоже подали заявку в онлайн-конкурсе. Участвовали, тоже заняли первое место. Елизавета тоже заняла первое место. В хоровом обществе, вот в сентябре буквально был конкурс, мы приняли участие, но у нас в этом году новый состав хора «Малыши». Мы первый раз участвовали в конкурсе. Но в этом конкурсе мы заняли, в этот раз мы заняли третье призовое место, но мы тоже довольны, потому что мы были первый раз на конкурсе. Конечно, это большой успех. Лизонька, скажи, пожалуйста, что ты исполняла на этом конкурсе? Песню про солдата и Катюшу. Ну, как давно ты занимаешься вокалом? Четыре года. Тебе нравится? Хочу. Ну, в будущем ты хочешь быть певицей профессиональной? Да. Или еще точно не решила? Точно еще не решила. Ну, подумываешь. Алла, ну, я знаю, что в марте вам предстоит еще какой-то большой конкурс. Хотелось бы о нем узнать. Республиканский конкурс будет вокалистов также. Мы готовим, музыкальная школа наша, да, мы решили, что мы и маленьких наших покажем, вокалистов, первоклассик. В этом году я две девочки с первого класса готовлю. Ну, уже тема, у нас там выбор можно огромный, да, выбрать произведение на любую тематику. Главное, чтобы два разнохарактерных произведения было. И старших своих деток тоже готовим. В общем, у нас Елизавета тоже будет участвовать. Пять человек, получается. Уверена, что у вас точно будут призовые места, как всегда. Спасибо большое. С Новым годом вас. И я поздравляю и желаю вам успехов творческих. Спасибо большое. С наступающим котом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Ну, а наш информационный эфир продолжит вещание на базинском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Скидки? До 80%? Да. Распродажа в 5.85 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 5.85 золотой. Дарите эмоции. Биберлэнд. Миру сыр. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Безопасное лечение катаракты в клинике 3Z. Пройдите диагностику и сделайте операцию всего за один визит. До конца зимы диагностика перед операцией бесплатна. В клинике действуют строгие меры профилактики коронавируса. Запись по телефону 8 800 333 41 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Мучаешься в раздумьях, бродишь по магазинам. Есть универсальный вариант. Подарочная карта, но нужно знать несколько важных моментов. Внимание знакомых, рассказывает Мария, было очень приятно. Но вот с возможным содержанием подарка немного не угадали. Несколько месяцев назад девушке подарили сертификат в магазин дорогой посуды. В данном магазине мне просто совершенно нечего было покупать. Мне было очень неудобно перед тем, кто мне это подарил. Но я потихоньку пошла в магазин, чтобы узнать, могу ли я его вернуть. На что продавец мне сказал, что нельзя вернуть сертификат. И между прочим, покривил душой. Не правда ли знакомая история? Прецедент, кстати, очень распространенный, подтверждают юристы. Все дело в том, что в отечественном законодательстве не было и нет такого термина, как подарочный сертификат. Зато теперь есть постановление Верховного суда, который подчеркивает сертификат или подарочная карта, ничто иное, как аванс. Подарочный сертификат можно рассматривать исключительно как предоплату. В рамках настоящего закона, гражданского кодекса и защиты прав потребителей, потребители имеют право потребовать возврат неосновательного обогащения. А главное, имеют право получить неиспользованные средства, целиком или остаток, будь это хоть 100 рублей. Отказывают на словах, пишите претензию и передавайте продавцу. Нет чека, речь ведь о подарке не беда. Укажите, кто и когда приобрел для вас конкретную карту. А уж поиск документации и головная боль магазина. У Алексея как раз с чеками проблем не возникло, они в наличии. Но расслабиться с помощью подаренного на прошлый Новый год курса массажа ему все же не удалось. В первые месяцы мы даже о нем не вспомнили, ну всякие посленовогодние дела. А потом началась пандемия, ограничения, и так и не сложилось успеть его реализовать в срок. А по его окончанию уже нельзя воспользоваться. Так, по словам мужчины, ему ответили в салоне, да еще и попеняли. Читайте лучше, все уже написано на сертификате. И правда, практически на каждой подарочной карте есть слова об ограничениях по времени. Да и при покупке сертификата об этом, будьте уверены, напомнят. А сертификат сколько будет действовать? На 5 тысяч он действует 2 года, а на 500 рублей 3 месяца. А вот и неправда протестуют эксперты. Для того, чтобы такие требования были обоснованными, необходим официальный договор с прописанными сроками. Но вы, наверное, не...